За последние сто лет мы стали есть в три раза больше сахара, и он находится в 60% продуктов вокруг нас. Мы стали в несколько раз меньше двигаться и физически трудиться. Нас окружает множество удовольствий, о которых еще 50 лет назад люди не могли и мечтать. Но при этом мы самое депрессивное, слабое и недовольное жизнью поколение. Все это связано. Подумайте об этом. Ну что, друзья, всем привет. Добро пожаловать на Биомашин. Это место для тех, кто хочет выжимать из своего организма максимум эффективности, мощности и продуктивности. Мы здесь говорим об этом. И сегодня, как вы можете видеть, я постарался вернуть немножко той самой ламповости, о которой многие просили, и лично я тоже по ней немного скучал. Последнее время я экспериментирую с форматами, пробую, ищу себя, ищу то, что мне будет интересно делать. А ведь без этого ничего не будет. Поэтому буду рад вашему фидбэку. Возможно, именно этот формат вам нравится больше и стоит продолжать. Мы будем пробовать. Сегодня о теме питания поговорим. Сузим ее до вопросов сахара, рафинированной пищи, синтетической еды. Это призвано, принято, молевать по-разному. И, как правило, люди демонизируют эти вещи и бегут с вилами на сахарной корпорации, с факелами. Да, какие-то вот теории вокруг этого серьезные строят. Не то, чтобы я отношусь к этому негативно. Нет. Мы все рассматриваем критически и отдаленно. Однако сегодняшний материал будет построен исключительно на фактах, на том, что происходит с точки зрения статистики в мире. И попробуем прийти к балансу в этой теме. Никто не будет говорить, что нужно отказываться бросать, выбрасывать, хоть, возможно, название видео наталкивает нас на другие мысли. Но это все-таки художественное произведение в какой-то части. А поэтому я, условно, писатель, да, который пишет книгу и да, где-то скажу погромче, где-то скажу не так громко, где-то добавлю больше науки, где-то нет. Я играю. Да, и это мне нравится. Короче, ребята, несмотря на то, что два года назад выпуск о сахаре я уже делал, он все-таки был более теоретическим. Сегодня мы обсудим практику. Та штука, без которой абсолютно никуда. И без которой лично я так и не смог нормально выстроить баланс в теме питания. За последние два года было много практики моей на вопросах пищевого поведения, психологии питания, разных концепций питания, перебора разнообразных продуктов и попыток оседлать свою гормональную систему, свой мозг, да и научиться этим управлять. И некоторые выводы у меня все-таки есть, которыми я сегодня очень бы хотел с вами поделиться. Возможно, вам даже придется немножко записывать. Итак, даже практические вещи важно закреплять на практике сразу же, иначе без персонального опыта абсолютно ничего не будет получаться. Это тоже на моем горьком опыте уже понятно. И с этой точки зрения я тоже для вас кое-что подготовил. Приятного просмотра. Итак, друзья, мы перемещаемся в класс по биопрограммированию, и на прошлом уроке мы изучали концепцию биомашин, как видите, она примерно в следующем. В максимальном балансе между основными сферами жизни человека. Итак, ребята, давайте начнем со снов, а именно с работы инсулина в нашем теле. На самом деле, если мы обретем понимание на специфике его работы, работа наша над своим здоровьем, над своим пищевым поведением, самочувствием, все в целом станет гораздо проще. Потому что сегодня очень важно это понимать, именно потому что инсулин это основной участник углеводного обмена, на котором построено вообще все сегодняшнее видео. Итак, ребят, инсулин это гормон, задача которого транспортировать глюкозу в клетку. А что такое глюкоза? Глюкоза это составляющая углеводов. Когда мы их едим, она декомпозируется, углевод раскладывается, расщепляется до глюкозы и других компонентов. Так же, как белки и доминокислот, жиры и жирных кислот и так далее. Зачем глюкоза, жиры и белки, и все это нам нужно? Чтобы питать нас. А мы это что? Мы это клетки. Миллиарды клеток. Мы из них состоим как большой такой очень плотный изгусток из кучи клеток. Да, поэтому клетка это самая малая наша составляющая. Ее давайте и нарисуем схематично. Нарисуем кровяное русло. Почему? Да, потому что именно по кровяному руслу все компоненты строительного материала доставляются куда угодно, в каком угодно количестве кровь. Это наша логистика. Глюкоза, когда мы поели, появляется в крови. В кровяном русле, чтобы транспортироваться. Вот я ее тоже нарисую в виде вот таких вот незамысловатых кружочков. Глюкоза появилась. Мы еще говорим, знаете, простыми словами, сахар в крови поднялся. То есть это по сути то же самое. И чтобы глюкозе попасть в клетку, чтобы клетка получила питание, необходим как раз-таки гормон инсулин. Он является проводником, иначе глюкоза сама, она зайти туда не сможет. Ну так у нас организм работает. Никто ее туда не пустит. Здесь бронированная стена, все, она так и останется плавать в кровяном русле. Клетка не получит питание, и все, она будет очень плохо. Это неправильно, это поломанный процесс. Поэтому инсулин необходим, чтобы пустить глюкозу. Инсулин откуда берется? Из поджелудочной железы, да? Схематично нарисую наш торс, да, человеческий торс. Здесь кишечник, здесь там желудок, и здесь там поджелудочная железа, рядом желудок. Она выделяет необходимое количество инсулина в кровяное русло. Соизмеримое условно количество глюкозы, достаточное для того, чтобы нужное количество распихать в клетку. Инсулин тоже появляется в кровяном русле. Подходит к клетке, и дальше его задача сказать клетке, «Хэй, привет, я тут, открывай ворота, глюкоза готова зайти». Чтобы это произошло, он должен сесть, залезть в адаптер, в инсулиновый рецептор, как на компьютере адаптер. То есть, если инсулин попадет в инсулиновый рецептор, клетка поймет, что он здесь. Не сядет он в этот рецептор, клетка ничего не поймет и ничего не изменится. Поэтому инсулин сюда садится, и клетка открывает ворота. Да, условно, вот такой вот проход, и глюкоза попадает внутрь и начинает, в общем-то, появляться в клетке. Да, а из кровяного русла она уходит, происходит перекачка, вот это ключевой процесс. То есть, сахар в крови долго находиться не должен. Его задача, нахождение его там вообще в целом, попасть в клетку, напитать ее, и все. Инсулин тоже уходит, потому что он не нужен, он свою функцию выполнил. Да, именно поэтому, когда мы покушаем, да, после еды, измерим уровень глюкозы, инсулина в крови, они со временем снижаются. Все, все, происходит гомеостаз, так называемый, баланс. Давайте закрепим. Мы едим, глюкоза в крови растет. На нужное количество глюкозы поджелудочная железа выделяет нужное количество инсулина. Инсулин садится в инсулиновый рецептор, ворота в клетке открываются, глюкоза заходит, перекачивается в клетку. Кровяное русло освобождается от глюкозы, от инсулина. Все, гомеостаз. Вот такая вот база, ребята. Если мы поймем этот вот простейший механизм, на мой взгляд, я думаю, что у меня получилось его популярно объяснить, нам будет гораздо проще представлять, что происходит внутри нас, когда мы поели, когда мы едим ту или иную пищу, и уровень инсулина и глюкозы растет по-разному от разнообразной пищи. Вот. И, по сути, наша задача делать так, чтобы долго сахар в крови не находился, чтобы много лишнего сахара в крови не было, и, соответственно, лишнего инсулина тоже. Мы должны давать питание ровно столько, сколько нужно клеткам. Когда даем с излишком, мы начинаем ломаться. Излишки эти в жировых депо, да, начинаем запасаться, начинаем толстеть. Это одна из проблем. Ну и все остальные проблемы, поломки поджелудочной железы, мы сегодня тоже с вами рассматривали и будем рассматривать. Это все не очень хорошо, поэтому нужна мера, нужен баланс во всем. Так вот, ребят, этот механизм слаженно работал сотни лет, пока человеческий вид активничал и не придумал пряники, пустые каши с хлебом и шоколадки с несквиком. Это противоестественное питание. Отсюда и вырастает первая проблема сахара – рафинированной пустой еды. Они сильно и быстро поднимают глюкозу в крови, а значит, стимулируют поджелудочную железу напрягаться и выделять очень много инсулина. Пример. В машине есть расчетная мощность двигателя – 10 тысяч оборотов. Вы гоняете на 15 тысячах. Понятное дело, что постепенно он износится и рано или поздно сломается. Истощение поджелудочной железы тоже происходит не сразу и начинает проявлять себя в малом. Хорошо, мы фиксируем первую проблему. Поджелудочная железа, как орган, может устать, истощить свой ресурс, сломаться. Это уяснили. Помимо этого, есть проблема, которая, наверное, даже более популярна, чем первая, которая происходит, как правило, раньше. Называется оно в народе инсулинорезистентностью. Я думаю, вы об этом слышали. И на самом деле практически каждый третий ходит с той или иной формой инсулинорезистентности сегодня. Поэтому понимать, как это работает, тоже не менее важно. Помните, я рассказывал про то, что инсулин цепляется к рецептору? Это адаптер, да, в клетке. Клетка понимает, что нужно открыть дверь, открывает, и глюкоза туда заходит. Так вот, рано или поздно, когда наша поджелудочная железа, которая еще работает, которую еще вывозит, с трудом на вывозит, то есть она еще не сломалась, она выделяет большое количество инсулина. Так или иначе, потому что наше питание насыщено большим количеством углеводов, особенно простых, рафинированной еды, сладкого и так далее. Рано или поздно, со временем, клетки и рецепторы теряют чувствительность к инсулину. Они перестают его нормально воспринимать. То есть когда инсулин приходит, они не открывают ворота, они не пускают туда глюкозу, потому что они, ну вот, все, глаза у них замылились, они уже не видят этот инсулин, они устали, переели, как угодно это называйте, чтобы было вам понятно. То есть просто по факту этот механизм не отрабатывает. Инсулин есть, но клетка его не видит. И глюкозу тоже зараза не пускает. По итогу, как бы все, глюкоза в кровеном русле, энергообмен нарушен. Мы начинаем себя плохо чувствовать, в зависимости от того, в какой мере это у нас развито. Ведь это может быть очень серьезная стадия инсулинорезистентности, которая потом в диабет первого-второго типа перетекает. А может быть такая, знаете, начальная. Но так или иначе, вы начинаете чувствовать первые симптомы. И вот сейчас мы о них поговорим. Прежде чем начнем, ребята, если вы не стесняетесь, да, как бы написать о своей ситуации, можете написать, что из этого у вас было или есть. Ощущали вы это в жизни или нет. Это поможет нам лично, да, мне, моей команде и зрителям. Тоже будет, я думаю, интересно понять вообще ситуацию среди наших подписчиков, насколько это распространено. Туман в голове, концентрация, вернее, ее потери, да, то есть такая некая расфокусированность. Вы не можете сфокусироваться на задачи, вы не можете сфокусироваться на мыслях. Вы такой немножко летающий в тумане, да, такая туманность. Ну, в общем-то, это очень похожие вещи. Первый, второй пункт. Просто каждый это называет по-разному. Сонливость. Особенно после еды, особенно ближе к обеду. И вот на самом деле первые три пункта были у меня. То есть, понимаете, я как бы вроде бы спортик, тренил, делал вещи, которые повышают чувствительность клеток к инсулину, но так или иначе, я этого не смог избежать. Вот. По-любому, здесь есть некая генетическая предрасположенность. И у меня, вероятно, она достаточно высока к этим вещам. Поэтому мне нужно быть еще более аккуратным, разборчивым в питании. У всех по-разному. Однако, интересно, да? Дальше. Нет насыщения во время еды. Знаете, такое ощущение, когда хочется догнаться. Ты вроде бы поел достаточно хорошо, поел достаточно хорошей и качественной еды, но ты не чувствуешь сытости. Тебе хочется что-то закинуть. И, как правило, это какой-то десерт, что-то сладкое. Просто банально клетки еще не чувствуют, что в них что-то есть. Они не насытились, хотя в организме уже много еды. То есть проблема здесь в том, что клетки не видят и нормально не могут напитаться за счет глюкозы, в частности. Вот. А не в том, что мы съели недостаточно. Именно поэтому мы чувствуем желание съесть что-то еще. Дальше. Частые перекусы. Конечно же, тоже сюда это связано с четвертым пунктом. Частые походы в туалет, особенно по ночам. У меня такого не было, но знаю людей, у которых есть. И это тоже довольно часто может сигнализировать об инсулинорезистентности. И, безусловно, лишний вес. Понятно, ребята, что здесь и калораж в питании тоже крайне важный. Это, наверное, самое главное, на что стоит обращать внимание. Однако, на калориях девочки, парни. Хотят сказать, парни просто знают, что девочки начнут писать. А как же мы? И парни, и девочки, и все. Ребята, не калориями едиными. То есть так или иначе, когда ломается инсулин, мы начинаем больше жрать. Мы начинаем быть менее разборчивым в питании. Есть более сладкую и так далее пищу. Это влияет на наш калораж. То есть это все взаимосвязано. Не нужно ничего в отрыве другого воспринимать. Да, конечно, мы можем худеть на мороженом, если будем держать там полторы тысячи калорий. Но что будет с вашим здоровьем тогда? Вы развалитесь. Да, поэтому это все как бы да, все упирается в калории. Но это не мой подход. Да, и я не люблю только все на калориях сосредотачивать. Нужно все смотреть в комплексе. Поэтому так или иначе, проблемы с инсулином приводят к лишнему весу. Причем вот прям почти напрямую. Особенно это касается мужчин, да, когда после лет, после 35 лет, примерно там, ладно, после 40, у мужиков начинает появляться вот такое вот пузико, да. У кого-то это вот такое вот, за которое можно схватиться. Там, где много подкожного жира. Есть пузико, типа как яблоко раздуто изнутри. Это в основном за счет висцерального жира происходит. То есть жир вокруг внутренних органов, особенно вокруг печени. Мужчины, парни, важно понимать, что лишний вес для нас это более фатальная вещь, чем для девушек и женщин. Понятно, что для всех это не очень хорошо. Но в нашем случае происходит перекачка гормонов тестостерона в эстроген. Ароматизация гормонов происходит из-за лишнего веса. И вы теряете мужественность, да, то, о чем сегодня очень много трубят отовсюду. Вот, поэтому за этим важно следить. Именно поэтому углеводный обмен, свое питание важно наладить, чтобы не превратиться в пингвина после 40. Да, ребят, поэтому за этим надо следить. И еще раз повторюсь. Если вы что-то из этого у себя обнаружили, это точно значит, что вы катитесь по наклонной, что у вас уже начались явные проблемы, и они сигнализируют вам о том, что они существуют. И факт, это может быть не только из-за инсулинорезистентности. Причины могут быть другие. Но, на мой взгляд, мыслить нужно следующим образом. Нужно убирать то, что убрать проще всего. Так скажем, методом исключения двигаться, если, конечно, у вас нет там кучи финансов и денег на полномасштабное обследование и так далее. Хотя, скорее всего, инсулинорезистентность в той или иной форме тоже будет присутствовать. Короче, проще начать убирать самое простое. А как раз-таки поправив питание, выровняв инсулин, вы поймете, в этом была причина проблемы или нет. И это сделать очень просто, буквально за 2-3 месяца, ну там полгода корректировки вашего питания, зависит от того, как качественно вы будете это делать, вы уже почувствуете первые изменения. Поэтому с этого, я думаю, стоит начать. Итак, начнем с правил, которыми я прошил все это видео. Какие-то из них могут показаться простыми, но на деле они оказываются самыми важными. Первое. Нельзя убирать пустые углеводы и сахара быстро и на корню. Это, кстати, относится к любой сфере жизни. Именно по этой причине 90% людей плюют на затею поменять жизнь к лучшему, так как делают все с наскока. Важно дать рецепторам плавно адаптироваться к новой реальности. Поэтому сначала замещаем плохие продукты на менее вредные альтернативы, а уже потом плавно уменьшаем. Об альтернативах чуть позже. Второе. Первое время, когда вы начинаете есть правильную еду, вас может в прямом смысле слова выносить от этого. Тоже может клонить в сон, в голове может быть туман, но это временно. Клетки по привычке требуют насыщенной сладостью еды. Поэтому не забываем про первое правило и еще одна фишка. После еды пожевать чего-то кислого или вкинуть немного сладости. Чтобы задобрить организм. Меня спасал фрукт или рассасывание финика или пол-ложечки меда. Здесь очень важно есть их медленно, держать во рту подольше. Третье. Физическая активность, тепловые и холодовые процедуры, хороший сон лучше всего повышают чувствительность клеток к инсулину. То есть они не только сдерживают наступление инсулинорезистентности, но даже могут вернуть чувствительность клеток к заводским настройкам. Поэтому в идеале двигаться каждый день, зарядка, тренировки минимум каждые три дня, отладить сон, пару-тройку раз в неделю, хорошо прогреваться. Я в последнее время добавил холодовые ванны по 2-3 минуты после зарядки. И это, ребята, на самом деле минимум, который мы можем подарить своему телу. Оно тысячи лет эволюции не знало, что такое сидеть по 10 часов. Четвертое. Смешивать сладкую пищу с клетчаткой или жирами – хороший лайфхак, который позволит держать уровень инсулина в норме. Добавив салат или добавки с клетчаткой типа псиллиума к сладкой еде, вы в какой-то степени снизите урон от нее. Ну что, ребята, добро пожаловать на кухню. Здесь мы сейчас с вами разберем пару важнейших аспектов, которые будут непосредственно связаны с показом той или иной еды. И начать хотелось бы с такого момента, как скрытый сахар в обычных продуктах питания. Мы уже говорили об этом в прошлом выпуске о сахаре, но я бы хотел напомнить. И сегодня уже вживую показать эти продукты. Основная проблема здесь в чем? В том, что это кажется безобидной привычкой. Да, вы не задумываясь ходите в магазин, как обычно, в общем-то, все делают. Вот покупаете, едите, даже не думая, что большое количество скрытого сахара поступает вместе с этими продуктами в ваш организм. А ведь помимо этого, то есть это один путь поступления сахара, а есть еще второй – сладкие продукты, которые как бы, ну там, начинены сахаром, просто от и до, типа пирожных, конфет, шоколадок, тортиков там и так далее. Вот, то есть поработав со скрытым сахаром, вы уже половину, как бы, проблем решите. Поэтому стоит обратить на это внимание, стоит начать читать этикетки, стоит понять, что чем ближе сахар или любой другой продукт в составе на этикетке, чем он ближе к началу состава, тем его больше. Поэтому если сахар на первом, втором, третьем, четвертом, пятом местах, это значит, что его там довольно-таки много. В идеале искать продукты, где его нет совсем. Ну, если, конечно же, мы говорим о продуктах для нормальной еды. Либо пусть он находится где-нибудь в конце, на последних местах. Итак, у меня сегодня для вас подарок. Я сходил в магазин, сходил я в магазин, и специально купил, ну, постарался, по крайней мере, поставить себя на место себя же лет 7 назад, когда я пошел бы в магаз, я был бы даже счастлив это похавать, на самом деле, да, вот это купить и употребить. Ну, что, вот у нас душик, йогурт, блин, то есть это, на самом деле, стандартный завтрак, там, большинства людей, детей, да, и здесь в составе молоко, фруктоза, сахар. Это первый компонент, ребят. Ну, как бы, это просто сахарное, непонятно что. Да, то есть я бы это вообще не ел, но это уж тем более. Да, то есть колбаса – база. Все, ну, не все, но многие семьи в России едят колбасу. Булочка какая-то. Ну, почему бы не купить сдобные палочки «Снежка» с малиновым джемом? Вкуснятина. Я думаю, многие из вас ели что-то подобное. Да. Пикничок на перемене в универе, да, там, сточить, или там на переменке в школе, в детском садике – это есть нельзя. Да не, ребят, ну, конечно же, можно, об этом поговорим потом, но, ну, в 10% случаев из 100. Обычные печенья любятого, почему бы и нет, на завтрак с чаем, вместе с бутерами, с этой колбасой, да. Кетчуп, кетчуп, просто, казалось бы, приправа, сахар стоит практически в самом начале. Да, как бы, вроде бы, как бы, там просто, типа, помидоры должны находиться или еще что-то. Нет, нифига. Да, то есть, понятно, что это кетчуп дешевый. Есть хорошие продукты, хорошие кетчупы, где сахара вообще нет. Идем дальше. Сосиски папа может. Да, еще параша. Пряники, как бы, я не знаю, как их назвать. Печенье сдобное. Консерва килька, но это очень дешевая консерва, понятное дело. Здесь тоже сахар. Есть консервы другого, конечно же, качества, и там его может не быть. Типичный белый хлеб. Просто кусок сок, который дети пьют литрами, на самом деле, здесь гораздо проще разбавить большое количество сахара. Он не так будет ощущаться. То есть, просто попробуйте разбавить сахар в воде и выпить. И попробуйте просто так сахар наворачивать ложками. Понятное дело, что во втором случае вы подавитесь и не захотите. Здесь же можно большое количество сахара разбавить спокойно. И отлично будет заходить. Поэтому очень быстро и незаметно. Большое количество сахара дети потребляют, выпивая, казалось бы, литр сока. Опять-таки, это зефирки. Кто-то очень их любит. Вафли. Кола. Вернее, уже добрый кола. Да, ну как бы, я это почти никогда не пил, но здесь, понятное дело, тоже. Ой, ребята, типа кола-зеро без сахара. Тоже такая штука. Наверное, когда-нибудь мы сделаем выпуск о газировках, о коле, о спрайте и об остальных как-нибудь попозже. Но я не рекомендую вам это пить. Просто сейчас чисто вот мой совет. Хотите, верьте, хотите, нет. Можете дождаться выпуска. Хачапурька. Хрутка. Хлопья. Опять-таки, сахар. Понятное дело, что здесь нет там обедов. Обеды, если вы покупаете готовые, то, скорее всего, там тоже сахар нужно читать, смотреть. Если вы готовите что-то самостоятельно, то там уже, скорее всего, меньше, конечно. Если там нет полуфабрикатов с сахаром. Понятное дело, что сейчас я привел пример, ну, наверное, крайний. Хотя, как сказать, кто-то вот как бы ест это каждый день. И, наверное, в каких-то, ну, серьезных количествах важно понимать, что если условно каждый день вы едите хотя бы два типа продуктов из того, что я сейчас обозначил, это уже не очень хорошо. То есть нужно с этим что-то начинать делать, ребят. Пути решения может быть очень много, да, и обсуждать их можно бесконечно. А как же все-таки тогда есть? Давайте тогда рассматривать рацион. Это вообще отдельная, я не знаю, целая серия, сиквел видеороликов. Но я точно вам скажу, если вы займетесь, попробуйте немножко в сфере питания покопаться, вы поймете, что можно есть нормально, уменьшить количество скрытых сахаров. Но при этом это не будет так дорого. То есть нормальное питание не значит дорогое. При том, что при нормально работающем организме, кишечнике и всех остальных процессах вам еды нужно не так много, как это может показаться. Вот. Поэтому работа со скрытым сахаром, работа с подобными продуктами питания – это ключевая работа. Возможно, вам может показаться, что я нагнетаю, да, там, гиперболизирую проблему, да, там, несу какую-то пургу, у меня там уже фитнес головного мозга или что-либо еще. Но если посмотреть фактически базово на статистику потребления того же сахара, о котором мы, возможно, с вами уже говорили, вы поймете, что в данном контексте любой призыв к какому-либо балансу кажется радикальным. На мой взгляд, я призываю к балансу. Если вам это кажется радикальным, взгляните на факты, взгляните на статистику, взгляните на научные исследования, которых мы кучу приложили. Ну, то есть я не знаю, что вам еще нужно. То есть мы объяснили уже работу клеток и все. И вот это вот все, ребята, вот это вот все. До 35, там, я не знаю, до 40 лет. В принципе, там можно есть и нормально себя чувствовать. Это делают почти все. И может показаться, что ничего менять-то в принципе не надо. Но я бы хотел, наверное, привести здесь некую аналогию. Это как Феррари, какой-то спорткар, болид, заправлять хреновым маслом. И ехать будет, но не так, как могла бы. И по факту каждому из нас с детства, с рождения дан свой Феррари. Мощный, чистый, производительный, готовый к бою. И все зависит от того, как ты распорядишься этим потенциалом. Ты можешь ехать со скоростью пули, а можешь тащиться. На худо, бедно, в достаточном уровне, в принципе, жить. Но ты так никогда и не поймешь, какой потенциал ты просрал. А если бы ко всему этому добавить заботу о себе, работу над собой. Мама, шо это было бы за горная рюль? Как-то так. Сейчас поговорим про такое понятие, как плотность еды. В английском мире это называется food density. Это то, насколько ваша еда насыщена макро- и микронутриентами. Рафинированная еда, или calorie-dense food, на 90% состоит из углеводов и зачастую простых. Я люблю называть ее мягкой пищей. Плотная пища, nutrient-dense food, это противоположность рафинированной, мягкой пище. Там обычно углеводов гораздо меньше, чем всего остального. А основу составляют белки, жиры, витамины, минералы, полифенолы, клетчатка и другие компоненты. Ребята, теперь давайте просто попробуем сравнить. Такие продукты, как, например, условно 100 грамм рыбы, 100 грамм ягод, орехов, семян, фруктов, яиц и так далее. Плотные на нутриенты еды, так скажем. И килограмм 2, 3, 5, да хоть 20 хлеба, печенья, хлопьев, которые принято есть на завтрак сегодня. И большинство из этих хлопьев как раз-таки полный мусор. Бутерброд с маслом, сыром, колбаской. Что принято есть сегодня среднестатистическому человеку. И вот два человека. Первый, который питается первым пулом продуктов, который я назвал. И второй, который предпочитает базу, о которой даже никто не задумывается, мы просто идем по привычке, потому что как-то, ну, принято, ну, едим и едим, и пофиг, как-то не паримся. Организм первого живет, потому что нутриентов, микро-макро-нутриентов, для клетки его, ну, вполне достаточно. Или хотя бы более-менее хватает. Второй живет в условиях полного голодания на важные нутриенты. Он выживает. Если мы отмерим дистанцию, там, несколько месяцев, несколько лет, а тем более десятилетий, рано или поздно второй индивид просто развалится. Это даже на уровне физиологии разные люди. Поэтому, простыми словами, нам нужно убрать из рациона питания те продукты, которые мы привыкли есть, чтобы нажраться. Просто поесть, просто что-то закинуть, просто чем-то забить свой живот. Не думая, абсолютно не осмысляя то, что мы в себя кладем. Мне нравится выражение, оно не значит, что я там верующий человек, но оно звучит так. Наше тело – это храм, о котором необходимо заботиться и думать о каждом шаге, который ты предпринимаешь в отношении своего тела. Ведь это самое главное, что у тебя есть. Поэтому, ребята, нам нужно менять парадигму в питании. Если раньше было актуально есть калорийную еду, углеводную, там, я не знаю, человек трудился, бегал, выживал, находился при смерти, я не знаю, постоянно, в перманентном ощущении голода, конечно, это было важно. Сегодня мир другой, и парадигма питания, иная, нам нужно делать ставку на качество еды, на ценность единицы еды. Также, ребята, попробуйте хотя бы пару дней питаться умеренно и выходить из-за стола с легким чувством голода. Если вы сидите, ну, в смысле, принимаете пищу, и выходите только тогда, когда наелись, чувствуете, ох, приперло, да, то есть, ну, все, я поел, значит. Нет, это ты не поел, это ты переел, это избыток. Это грузит твой организм, хочется спать, концентрация падает, и ты такой уже какой-то, не такой, какой ты должен быть, не такой свежий, не такой чистый. Я думаю, те, для кого это чувство важно, меня поймут. Я именно для таких людей это видео и делаю. Поэтому попробуйте сделать такой небольшой челлендж, несколько дней, 5-7 минут после того, как выйдете из-за стола с чувством легкого голода, и вы, и вы уже не захотите есть. Сытость вас догонит, она настигает, как правило, нас с немного отсроченным эффектом. И, конечно же, как основной вывод этого блока, стоит делать упор на плотную, на нутриенты еду. Она должна составлять порядка 70-80% вашего рациона. И это уже будет очень хорошо. Сильно обработанная пища притупляет наши ощущения сытости. Поэтому чем менее обработана еда, тем лучше вы насыщаетесь. К примеру, вареные яйца на практике лучше жареных. Просто сравните, проведите эксперимент. 5 вареных яиц насытят вас быстрее. Желток, кстати, лучше оставлять пожиже, будет полезней. И резко слезать с обработанной еды тоже нельзя. Второе. Важно параллельно подавлять патогенную микрофлору. Это, как и все остальное, отдельная большая тема. Но для начала. Достаточно периодически пропивать комплекс из горьких трав. В составе которых присутствуют пижма, полынь, курень имбиря, гвоздика, чеснок, черный тмин и прочее. Также полезно добавлять к блюдам острые соусы и пряности. Молотый перец, натуральная аджика, чеснок, лук и так далее. Не нужно табуировать сахара. Я могу себе иногда позволить бабушкиных блинов. Тортик на день рождения, конфет на Новый год. Кстати, не забывайте, что эти сладости можно готовить иначе. И делать их даже полезными. Но я могу позволить себе это не потому, что я слаб. А потому, что я контролирую это. И делаю это даже с любовью к себе. Играю в жизнь. Самое важное – быть успешным в 80% ситуаций. Иногда будет даже полезно давать послабление для перезагрузки психики. Четвертое. Важно понимать, что организм всегда старается удержать наше психическое состояние и уровни нейромедиатора в балансе. Если в жизни мало отдыха, досуга, хороших источников удовольствия, он пойдет по пути наименьшего сопротивления. И будет склонять к удовольствию в самых примитивных вещах. Поэтому создайте себе правильные источники кайфа. Однако, если вы уже в депрессии, корить себя и через преодоление одержать диету может быть самоубийством. Здесь как раз-таки сахар может быть даже вашим спасением. Три смайлика. Главное не уходить в крайности и двигаться к решению проблемы. Итак, теперь я предложу альтернативы, которыми можно заменить привычные нам сладости. И оговорюсь, что это исключительно то, что делаю лично я сейчас. Или делал не так давно. Вот. В сторону отходить не будем. Понятно, что существует множество разных концепций, путей, решений. Вот. Сегодня только мой опыт, моя история. И если вы сыпите что-то в чай, подслащиваете сахаром, вот прям чистым сахаром кашу или еще что-то, то это прям для вас, потому что начинаем мы именно с сахарозаменителей. Поехали. Нами было проанализировано множество материалов по теме сахзамов. И в особенности их вреда. Страшилок ходит очень много, в том числе и в научных кругах. Но недавний систематический обзор 2019 года вполне помогает нам ориентироваться. Главное, что нужно знать. Сахарозаменители безопасны при умеренном употреблении. Нет работ, которые прямо бы доказывали их вред для человека. Поэтому все, что вы видите сейчас на экране, уже лучше сахара. И нет большой разницы, что использовать. Но из их числа мы все-таки выделили абсолютных лидеров. Это эритрит и стевия. Лучшая совокупная ценность по всем показателям. У них нулевые гликемические инсулиновые индексы. Калорийность на уровне погрешности. Адекватный вкус и уровень сладости. Они не питают бактерии в полость рта. Эритрит вообще, кстати, не метаболизируется организмом и выводится транзитом. Это приятный плюс. Ну что, ребята, я, наверное, покажу вам, что у меня в холодильнике находится. Это не постанова. Я не специально забил его красивыми, крутыми, полезными продуктами. Я по факту так питаюсь в последние месяцы. Ну что, открою вам вход в Нарнию, в ларец моего питания. И что мы здесь можем увидеть? Расчехленный лимон и лук. Уже немножко такой подвятший, как бы, да. Ну, я забыл, о нем бывает. Что здесь у меня? Авокадо, огурцы, микрозелень. Это еще щавель или щавель. Кинза. Проростки. Микрозелень. Проростки. Проростки. Фермерские яйца. Минтай. Снова минтай. У меня просто на этой неделе рыба. Да, в основном. Но опять же, это все. Это как бы на неделе у меня рыба. В основном я рыба, яйца, рыба, яйца, орехи. Вот. Ну, об этом потом. Апельсины. Айва. Банан. Сельдерей. Бататом. Иногда балуюсь. Люблю его в аэрогриле немножко приготовить. Киви. Чеснок. Ну, как бы все. Тут кокосовое молоко. Вот. Конечно же, есть еще там семена тыквы. Там какие-нибудь орехи. Они там во всяких закромах у меня лежат. Финики, сухофрукты. Но это уже немножко перехожу к вещам, которыми как раз-таки можно заменять сладости. Я сейчас хочу выложить. И так как у нас сегодня видео в основном про альтернативы сладкому, я и поделюсь тем, чем я лично заменяю в последнее время то самое сладкое. Поэтому вот это вот все дело мне сейчас нужно убрать. Скорее всего, это нужно убрать в мусорный пакет. Да? Так что немножко надо подождать. Никогда не думал, что буду делать это. Мне плохо от этого. Ощущение, что я перевожу еду. Бабушка меня учила так не делать. Бабушка меня учила. Что это просто хулиганство. Да? Небрежное отношение к еде, неуважение к еде. Но по факту, ребята, лично я не считаю это едой. Это не еда, это мусор. То есть я это ем, я себя отравляю, я себя порчу. Зачем? Питать себя вот этим. Поэтому как бы проще это выбросить, а еще проще это не покупать. Тогда и выбрасывать не придется. Этому не должно быть места у нас. С этим нужно работать. Так или иначе с этим нужно работать. Чем я заменяю там условно сладкое? Это фрукты. То есть здесь киви, здесь банан, здесь апельсин. Банан это прям вот более десертный фрукт, потому что там больше всего фруктозы. То есть он более сладкий, особенно если он спелый. Кстати, небольшая фишка. Если банан зеленый, зеленоватый, то значит, что в нем больше резистентных крахмалов. Они не усваиваются организмом, проходят транзитом, но параллельно кормят полезную микрофлору в нашем кишечнике. Поэтому я в основном ем зеленый банан. Просто этот уже чуть переспел. Вы видели он, да? Он один одинешенький лежит, как бы один из последних. Выживший, выживший. Вот. Поэтому фрукты. То есть это офигенный продукт на самом деле. Да, понятно, что сейчас фрукты в результате селекции стали более сладкими. Меньше содержат витаминов и минералов. Потому что раньше там дикий банан был не такой сладкий, но при этом был насыщен кучей всего полезного. Сегодня это не так, потому что все стремится к сладости. Да, к тому, чтобы уподобляться прихотям нашего капризного мозга. Да, то есть люди... Спрос есть там, где есть сладость. Да, то есть так или иначе мозг на это реагирует. Это важно понимать. И нужно учиться этим управлять. Короче, фрукты хороши тем, что там есть клетчатка, там есть вода. И все это разбавляет фруктозу и глюкозу. Тем самым пики инсулина и глюкозы, они более-менее равномерны. Плюс ко всему, конечно же, стоит сказать, что это все-таки сахар натурального происхождения. И так или иначе очень много ходит теории вокруг того, что это лучший вид сахара. Да, потому что там правильно закручены изомеры в нужную сторону. И т.д. и т.п. Это все правильно упаковано. Организм это легче все распаковывает. И даже если это миф, то как минимум то, что такие воззрения существуют, это еще один плюс к тому, чтобы употреблять. Помимо того, что там клетчатка и вода, что уже очень весомо. Я думаю, донес свою позицию. Идем дальше. Финики. Кстати, финики это прекрасный десерт. Это прям вот сахар воплоти только природного происхождения. Здесь есть определенное количество полезных веществ, которые не будут лишними. На финики налегать не стоит. Здесь вы видите, у меня еще сухофрукты. То есть это курага. Причем хорошие курага. Не вот эта вот светло-рыжая, покрашенная. В общем, сухофрукты есть. Ребята, у нас тут сел источник света. Я параллельно скушал одну киви. Кстати, обожаю киви. Офигенная штука. Там и фруктозы меньше. Вообще, как бы, менее сладкие фрукты содержат меньше фруктозы. Да, и как бы есть их можно не бояться. Есть больше и не переживать. А вот сухофрукты, как раз таки я на них остановился, это достаточно насыщенные на фруктозу продукты, потому что они высушены. Воды в них нет. А значит, разбавить все это дело нечему. И сахар в крови, инсулин, соответственно, будут подниматься быстрее. Поэтому их много не нужно есть. Да их и сложно съесть много. Я не понял, как можно сожрать много сухофруктов, когда ты, ну, умеешь более-менее с собой управлять. Хорошо. Ягоды. Это заморозка. На самом деле, в России очень тяжело достать зимой, как бы, свежие ягоды. Поэтому, в основном, заморозка тоже неплохое решение. Свежая заморозка, быстрая, шоковая. Отличный источник вообще всего. Ягоды – это прекрасный продукт. И, на мой взгляд, гораздо лучше фруктов. Поэтому, если у вас есть возможность, предпочтите ягоды фруктам. Ну, и, в общем-то, сочетайте. Да, просто баланс сместите. Что дальше? Дальше идет у меня пастила. Я очень люблю пастилу. Очень важно брать пастилу без сахара. Это, как бы, базовая белевская пастила. Это мой любимый десерт. Да, то есть, ну, максимум в день я могу съесть одну штуку. Больше не ем. При том, что я, как бы, в этот день потренировался, активно подвигался. И фруктоза пойдет по правильному пути своего метаболизма. То есть, если вы не знали, то фруктоза перерабатывается в основном печенью. Да, и если вы находитесь в профиците калорий, то эта фруктоза, она не пойдет в энергию, в энергетику. Она не будет использоваться для ваших движений, жизнедеятельности. Она будет откладываться и как раз-таки в печени. Привет, жировой гепатоз печени. Да, если глюкоза во всем организме запасается и потребляется, то фруктоза только печенью, увы. Вот, поэтому... И фрукты там тоже фруктоза. Поэтому это необходимо регулировать. Но сильно не бойтесь на самом деле. Да, то есть, обычно это все с практикой редко связано, плотно. Просто держите меру, знайте меру. Не нужно есть там больше двух бананов в день, больше там трех киви в день. Не знаю, там три финика съели. Все, хорош край. Куда? Да, то есть, пастилу я люблю, короче. Вот есть такой маленький вариант пастилы. Важно, чтобы там как бы сахара не было. А просто в составе. Фрукты. Все. Сок. Сушеные фрукты. Нет, даже сока нет. Просто сушеные фрукты. А здесь там яблоко, яичный белок. Все. Больше ничего. Дальше. Идем по возрастанию кайфа от этих сладостей. Ну, моего кайфа. Это хлебцы Байт. Хорошая фирма. Не все у них классное, но что-то есть хорошее. Как минимум эти хлебцы. Здесь нет сахара, здесь просто гречка. Ямлазь, соль морская и все. Вот. Я люблю взять медик. Взять этот хлебец. Чуть-чуть меда намазать. Не ложку вот такую вот туда шлептать, а чуть-чуть размазать по поверхности. Маслица сливочная 82,5% оттуда можно. Да. И это идеальный десерт. Ну, то есть, когда уж прям совсем хочется сладости. Типа как торт похавать. Вот. Вкуснятина. Тоже держите меру не более там двух чайных ложек меда. И прекрасно. Вопрос качества меда, ребята. Тема отдельнейшая. Тут очень тяжело найти хороший мед. Это на прилавках, как правило, вот эта вот желтая, жидкая, я не знаю, как назвать, моча. То есть, это не мед. То есть, мед должен быть хороший. Желательно от человека, который держит пасеку, которого вы знаете. Вот. На самом деле, не так сложно такой мед найти. Купился баночку побольше с запасом, и все. В идеале, вообще, мед в сотах, какой-нибудь горный. Тут, знаете, проще соблюдать прям меру-меру, чем париться по поводу меда. Поэтому, по факту, что вы съедите топового горного меда, что у меда среднего качества. Но если это две ложки, там, в день, там, или через день, то ничего плохого. То есть, вот от того, что я только что в мусорку выкинул, вреда куда больше. Понимаете? То есть, тут сильно не стоит заморачиваться, пока у вас нет доступа к супер, хорошим, качественно выращенным продуктам, выращивания которых, вы знаете, как происходит. Ну, и последнее. Это вот такие вот блины. Я любитель блинов. Спасибо бабуле. Да, как бы. И, ребята, здесь тоже важен состав. Здесь в составе просто вода. Мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта, ну, ничего с этим не поделаешь. Да, это не лучшая мука, и, как бы, я вообще ее стараюсь избегать. Но в блинах сложно найти другую. Да, есть амарандовые блины и любые другие. Но тут уже на вкус и цвет. И, как бы, я их ем раз в месяц. Поэтому тут нет большой разницы, с какой они будут там муки. То есть, понимаете, важен уровень дэмэджа для вашего организма. Здесь дэмэдж маленький. Да, то есть, когда вы контроль держите, когда делаете это иногда, в 20% ситуации, а в 80% держите контроль. Все окей. То есть, не обязательно так сильно там заморачиваться. Вот. И, как бы, все. Молочная сыворотка, меланж яичный, масло растительное, сахар, но он ближе к концу. После сахара соль. И кислота лимонная. Да, еще разрыхлитель. Или гидрокарбонат натрия. То есть, это более-менее нормальный состав блинов. Есть блины, где состав десятиэтажный. И, кстати, еще один такой небольшой лайфхук. Чем меньше состав, тем, как правило, лучше. Понятно, что не всегда. Понятно, что вы можете научиться читать этикетки, стать виртуозом в этом деле и научиться разбираться в каждом химическом веществе. Но оно вам надо. Поэтому простая рекомендация. Меньше состав, лучше продукт. Как правило, это срабатывает. Вот. Поэтому здесь состав более-менее такой искудный. И это хорошо. Поэтому эти блины я периодически употребляю. Как видите, я не совершенная машина Т-1000. Я тоже иногда позволяю себе всякие такие штуки. Но это все. Заметьте, холодильник, там одни овощи, да, там зелень, рыба, яйца, там орехи, семена. Вот и все. Главное на это не налегать. Да, и даже если это сахарозаменители, которые не несут вашему организму ничего, то есть они сладкие, да, но по факту та же стевия, стевия, да, эритрит, не дает вам ни калорий, ничего. Это обман мозга. То есть он сладость чувствует, но в природе как бы за сладостью должно идти что-то ценное с точки зрения калорий и углеводов для него. Но этого не поступает. Поэтому, как правило, лучше те же сахзамы типа эритрита, стевия и прочих комбинировать с приемом пищи, с какой-то другой едой, которая будет выполнять вот эту самую функцию поступления чего-то весомого. После поступления сладости. Короче, держите баланс. Работайте с самыми ключевыми вещами, которые вносят наибольший импакт, как плохой, так и хороший. И вы будете тогда действовать и жить эффективно. Вместо того, чтобы заморачиваться в очень маленьких мелочах и тратить на это очень много времени. Сфера здоровья настолько многогранна, что чтобы в ней разобраться, нам нужно лет 5-10 бесперебойно над этим работать. Поберегите свое время, свои силы, свою оперативную память. В общем, по-моему, я уже наговорил даже больше, чем нужно. Давайте идти дальше. Кстати, ребята, еще одна фишка. Часто на сладкое может тянуть из-за недостатка нормальных белков и жиров в рационе. А также тогда, когда вы не доедаете по калориям. Если это так, то, конечно, к вечеру вас потянет во все тяжкие. Поэтому набирайте свою норму калорий за счет плотных на нутриенты продуктов. И все будет хорошо. Ребят, помните, в самом начале я говорил, что все, в том числе и все практическое, необходимо сразу закреплять на практике. Так вот, сейчас будет немного личной истории. Буквально 2 месяца назад, дело было где-то после моего дня рождения, в ноябре у меня день рождения, 1-го числа, я очень сильно заболел. Я не болел так давным-давно. И после этого свалился в такую очень глубокую трясину, депрессивную яму. Похерил питание, перестал тренироваться, забил вообще на все, на здоровье, на зарядку, на все. Там еще проблемы были в работе определенные. Короче, пипец загнался. После нового года, как обычно, принято менять новую жизнь, ну, начинать новую жизнь, менять свою жизнь. У кого-то это, как бы, этого не происходит. Я же решил действовать серьезно. Да, потому что, в общем-то, с дисциплиной у меня никогда особо проблем не было. И какие бы ямы в моей жизни не настигали меня, да, я так или иначе их преодолевал. Вот. И в этот раз я решил с 1 января взяться за себя. Переехал в новую квартиру. Вернул тренировки. Начал делать ледяной душ каждое утро. Несколько раз в неделю сауна. Тренировка через неделю. Зарядка. Наладил сон. Очистил пространство от всего лишнего, включая информацию, предметы, людей и все. Вот. То есть максимальная пересборка. Максимально сфокусировался на том, чтобы вытащить себя за волосы из этой ямы. Вот. И в том числе, конечно же, вопрос питания был мной серьезно затронут. В первую очередь был мной затронут серьезно. И, конечно же, сахар, рафинированные углеводы, все вот эти вещи, о которых мы говорили, я тоже убрал. Что-то заменил, что-то полностью убрал. И мы с друзьями заключили пари. Две недели мы делали в чате отчет о том, как идут дела. Да. Ел сегодня сахар, не ел. В общем-то, тот, кто сорвался, должен был выложить на стол, там, 10 тысяч рублей, по-моему. Вот. Это было очень прикольно, потому что, когда ты рубишь мосты, заявляешь это даже своим близким, да, там, своим корешам, там, еще кому-то, это работает в разы эффективнее. И после этого, да, все идет как по накатанной, до сих пор я ни разу не срывался, потому что грамотно подошел к процессу, плавно перепрошил себя, не прыгал с места в карьер. И вы знаете, что подумал? Круто было бы сделать такую движуху вместе с вами. Потому что, во-первых, выпуск был создан именно потому, что лично для меня это недавно было актуально, и я захотел этим поделиться. Вот. И в том числе решил поделиться этим, организовать какую-то вот такую движуху, собраться. Если бы у человека 100-200 из вас, которые посмотрят это видео и подумают, блин, реально, то есть что-то екнет, захочется что-то поменять, начать менять. Вот. Будет круто. Соберемся у меня в Инстаграме на странице. Через недельку, наверное, начнем. Вместе одновременно там выложим сториз о том, что все, я начинаю. Некая манифестация, да, и без нее тоже никуда. И будем каждый день делать отчеты в течение двух недель. Я в том числе буду это делать. И каждый день буду делиться, возможно, какими-то дополнительными фишками, инсайтами, чем-то еще, о чем сегодня, может быть, даже не сказал. То есть будет еще какая-то полезная информация наверняка. Я думаю, это будет для вас полезно. Возможно, чья-то жизнь перевернется с ног на голову, как это было с моей недавно. То есть ты абсолютно другой человек. Достаточно одного-двух месяцев, да, плавной, планомерной работы над собой, постепенной. Но, опять же, без радикального рывка в самом начале никуда. И вот эти две недели могут ими послужить. Хотя бы в вопросах питания. Круто будет, если вы будете делать что-то еще дополнительно. Если будет интересно, я об этом тоже расскажу там у себя в сториз. Вот, ну вроде бы сказал все, да. Создам какой-то шаблон, скину вам. Будет какой-то у нас стандартизированный отчет. И начнем работать. Поэтому присоединяйтесь, через неделю будем стартовать, буду ждать. Теперь о добавках, которые могут помочь от тяги к сладкому или при переформатировании рациона в целом. Дефицит D3 и магния сильно могут повлиять на тягу к сладкому и на баланс вашего настроения. Что, в общем-то, часто связано, как мы уже поняли. Как депрессия тянет к сладкому, так и сладкое со временем повышает склонность к депрессии. Так как вызывает не только инсулиновые всплески, но и скачки дофамина, к которым человек привыкает, формируя тем самым зависимость. Здесь я бы мог порекомендовать триптофан и джемнему Сильвестру. Нет, это не моя тетя. Их можно употреблять для синергии. Триптофан – это аминокислота, которую мы можем получать из еды, но редко в достаточном количестве. Она трансформируется в серотонин и помогает нам быть более спокойными, взвешенными и рассудительными, а значит, проще себя контролировать. Джемнема Сильвестра – это экстракт индийского растения, которое притупляет рецепторы сладкого и значительно сокращает тягу к нему, по сути, на механическом уровне. Также помогает наладить работу поджелудочной железы и метаболизм глюкозы. Кстати, прямо сейчас мы пишем серию постов о добавках, дефицитах и всем, что с ними связано. В том числе недавно провели эфир на эту тему. Мы постепенно делаем из нашего телеграм-канала платформу с регулярным потоком отфильтрованной информации. Ждем вас. Вы знаете, ребят, этот год я бы хотел, наверное, посвятить вопросу перепрошивки своей личности. Тем, чтобы научиться управлять собой, своим организмом, мозгом, гормональной системой и так далее. На мой взгляд, умение заводить себя на некое базовое состояние, из которого произрастают все остальные изменения, это очень важный навык, которым нужно научиться обладать с самого начала на самом деле. И я понимаю, что мне этого недостает. Есть над чем еще работать. Очень многое нужно менять, изучать, пробовать, тестировать. И я это понимаю как должный уровень боеспособности, физических сил, психической энергии, запаса оперативной памяти, да, и все такое. Питание — это неотъемлемая часть всех этих вещей. Сегодня мы обсудили один аспект питания. И да, мы не затронули там той же психологии, что тесно связано с зависимостью, в том числе и с сахарными. Но то, что было сегодня, на мой взгляд, уже отличный толчок, чтобы двигаться дальше. Короче, в этом году я хочу все это тестировать, пробовать на себе, делиться с вами, сразу же делать об этом выпуске. И мне кажется, вам от этого будет только интереснее. Посмотрим, что из этого получится. Спасибо, что остаетесь здесь, что продолжаете следить, наблюдать за всеми этими метаморфозами, да, и перетрубациями. Мне очень приятно, что вы остаетесь рядом. Заглядывайте к нам в Телеграм и Инстаграм, мы сейчас начинаем активно их развивать, развивать там новую форму жизни и делать их интересными и очень полезными. Ну и на связи по стандарту. Работаем, ребята. До встречи. Отлично. Походу, назревает видео с моим рационом. Мне кажется, у многих будут вопросы, я показал, вот столько продуктов, они подумают, это все, что ты ешь. Типа, что? Как этим можно питаться? Да просто со временем ты научаешься комбинировать просто еду, делать из этого какие-то клевые ништяки. Вот, например, проростки просто смешал с кокосом молоком, вот тебе топовые хлопья, вот он завтрак. Все. Хлебцами закусил, авокадо на них порезал. Перфект, понимаете? Ну, то есть, просто в голову приходят как-то бы быстренько. Вот. Смузи часто делаю с утра. Ладно, короче, давайте я лучше расскажу, наверное, в следующем выпуске. Если будет интересно, скажу, как модный блогер. Ставьте лайки. Наберем. Сколько? Сколько нам реально набрать лайков? Что-то так и не продешевить, и не, слишком много не сказать. Ну, тысяч пятьдесят. Давайте 70 тысяч лукасов, если наберет когда-нибудь этот видос. Не, это много. 70-то уже серьезно, миллионы нужно собрать видос. Давайте 40 тысяч лайков будет на видео. Снимаю видосы своим рационом, где расскажу, что я ем, как я готовлю. А можно вообще снять видео, как день проходит. Ну, короче, посмотрим. Пишите. Все. Приятного аппетита. Приятного аппетита.